Аллилуйя, Церковь! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе, великий, чудный, славный Иисус! Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность говорить сегодня Твое Слово. Пусть оно коснется людей, пусть каждый человек найдет для себя что-то нужное. Я сегодня хочу говорить на тему «Кто я?». Тема называется «Я знаю, кто я в Тебе». Вопрос не праздный, потому что каждый человек хочет знать о себе много и все. Поэтому мы сегодня хотим узнать о себе, кто я на этой земле, для чего я живу и что меня ожидает. Эти вопросы интересовали также учеников. Петр, например, спросил, вот мы оставили все, пошли за тобой, что будет нам? Иисус ответил, когда я приду на небо, сяду на престоле славы, тогда и вы сядете на своих престолах и будете судить 12 колен Израилевых. А все остальные, он обвел всех глазами, всех людей, в том числе и нас, сказал, а вы имеете жизнь вечную, вы ее получаете, потому что уверовали, потому что принимаете Слово Мое. Кто принимает Слово Мое, тот и пребудет во мне. Поэтому тема сегодня и будет о том, как мы это принимаем. Этот вопрос отвечает Павел, на этот вопрос отвечает Павел, во 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе? Кто получил возможность попасть в Мессию, в Иисуса, пребывать в Нем? Кто эти люди? Там ли мы? И этот вопрос очень важен для каждого человека. И нужно утвердительно ответить на этот вопрос. Я знаю, кто я во Христе. Я знаю, где я нахожусь сейчас. Что означает быть в Мессии во Христе? Это значит, когда мы оставим этот мир, у нас есть вечный дом на небесах. Он уже у нас есть. Но мы должны быть во Христе. У нас уже сейчас должно быть большое желание быть там, где Он, быть на небе, быть в своем настоящем родном доме. Мы его когда-то потеряли, потому что сатана обманом украл у нас наш дом. Но тоска по этой потере живет в наших генах. Мы помним, что некогда в Адаме мы жили в район. Если пока нет такого желания, нет тоски по своему жительству на небесах, нужно подумать, может быть, я и не во Христе. И весь этот мир, который нас окружает, он нас устраивает. Жил бы и жил подольше, тратил бы свою короткую драгоценную жизнь на работу и бесполезные покупки. Это очень важный вопрос, на самом деле. Мы же знаем, что в Иисусе нас ждет вечность. И нам там будет очень-очень хорошо. Правда ведь, знаем о Царстве Небесном. И о нашем воскрешении к Нему. И ожидаем встречу с Господом на облаках. Откуда мы это знаем? Из Библии. Второе послание Корисеевым, 5 глава, 1 стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный и вечный. И от Духа Святого знаем, который существует в нас и говорит нашему Духу. И отец говорит нашему сердцу. Там, в Доме Божьем, тебя очень ждут. Все уже готово. И отец приготовил нам великолепный пир. Хорошую встречу. Пока мы сегодня живем на земле воплоти, в нас должна быть тоска по нашему дому. Когда мы далеко от дома, мы скучаем по нему. Это нормально. Особенно потому, что мы знаем, что Иисус купил дорогой ценой эту возможность, наше право жить на небесах. Я очень, очень хочу быть там, и мне хочется поселиться там. И это правильно. Однажды мы поверили в Иисуса, Сына Божьего. Поверили во все, что Он говорил. И должны верить и во все остальное. Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Плотью мы живем здесь, а верою давно уже на небесах. Мы живое доказательство на земле, что Бог реален. Бог существует. И мы живем с Богом уже сейчас. И сидим справа от Отца в Иисусе Христе. Мы живая книга Бога. И не имеет значения, в какой стране мы живем, в какой национальности каждый из нас. Какой у нас пол. Это важно для плоти. А для духа это не важно. Совсем не важно. Вообще не важно. Видите, какая борьба внутри нас происходит. Моя плоть хочет комфорта, денег, славы. А мой дух в это же время взирает с небес и наставляет. Ничего не бойся. Живи благочестиво и будь всем доволен. Ибо ты во Христе уже спасен. Еще миг, и все, что так было важно для тебя, исчезнет. И ты воплотишься в новое тело. Аллилуйя Богу. Вся слава Ему, Господь. Древнее прошло. Теперь все новое, говорит Библия. Какое главное качество этого нового? Мы оправданы даром. Павел говорит, благодать его спасены. Это не от вас. Это дар Божий. Иисус оправдал нас всех. Целиком, полностью. Каждого. Своей кровью. Вообще всех. Все население земли оправдал. Если кто-то кого-то не оправдал, значит требуется доплатить за этого человека. А это невозможно уже. Жертва была единожды принесена на кресте. Другой жертвы не будет. А значит не будет и спасения другого. Потому что другого спасения просто не существует. Но мы во Христе. Слава Богу за это. Мы мертвы для греха. Мы умерли вместе со Христом. Мы умерли в Нем. Там же на кресте. 2 Коринфянам 4 глава 10 стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в нашем теле. То есть если мы умерли в Нем, то мы и живы в Нем вместе с Его воскресением. Мы мертвы для греха. Мы не больны для греха, не слепы для греха. Мы просто мертвы для этого мира, потому что мы воскресли для другого мира, для небесного, для Божьего мира. Правда? А мертвые не грешат и не потеют. Значит, и мы не грешим, если только во Христе. Тем, кто во Христе, уже нет никакого осуждения. Никто не может отлучить нас от Господа. И все разговоры о возможной потере спасения не имеют никакого значения. Если ты спасен, то навсегда. Нет страха, ведь я уже в Мессии. А раз мы в Иисусе, значит, мы в кочейке спасения Божьего. Аминь, аминь. Это очень важно. Истину говорю во Христе, не лгу. Я в Иисусе поправлю руку от Отца, и я там. Я так верю, говорит каждый христианин в своем сердце. Мы – Его тело, Его невидимое тело, и мы – Его церковь. Господь становится видимым через каждого христианина, через нашу веру, через нашу общину. Он становится видимым. И люди видят, Господь живет здесь. Древнее прошло. Когда оно прошло? Где эта граница? Оно прошло, когда мы покаялись. В тот момент, прошлое, древнее, окончательно прошло. Наступило новое, вечное. Мы сделали шаг в вечность. Мы вступили. Слово «вечное» – это не сто лет, не тысячи лет. Это бесконечно вечное время. Оно не кончается никогда. После тысячелетнего царства со Христом мы продолжим жить в вечности. Мы не вернемся обратно в грехи. Мы продолжим существование в Боге. Мы родились свыше, от Духа Святого. Как это произошло? Бог снова вдохнул нас в себя, как в Адама. У нас новая плоть. Новая плоть. Старая умерла. Для нас ее больше не существует. Ее просто нет. Мы знаем, что мы знаем. То, что моя плоть все еще болеет, она стареет, она устает, ей надо спать. И я знаю, что это моя старая плоть. Но мы живем теперь не знанием, которое мы знаем, а верою. Мы ходим не знанием, которым наполняемся каждый день, а верою. Вера становится нашим главным компасом и указателем, куда мы движемся, куда идем, и где наша цель жизни. Вера должна всегда превышать все остальные наши авторитеты и приоритеты. Потому что только вера спасает каждого человека. Личная вера, не чья-то, не привнесенная, а в тебе, которую Бог в тебе зародил, она не появилась у нас случайно, она дана Богом. Мы еще в старой храмине, говорит Библия, но для нас ценнее всего то, что мы уже в новой плоти в Иисусе Христе, и наша жизнь уже хранится в Боге, в самом лучшем месте во Вселенной. В самом Боге хранится наша жизнь уже сейчас, сегодня. И к этой нашей вечной жизни даже прикоснуться никто не может, без разрешения Его. Мы искуплены кровью Сына Его, и Он очень ценит эту жизнь, вновь данную нам. Иисус говорит нам, вера ваша спасла вас, и эта вера – дар от Бога, любящим Его. Поэтому мы живем теперь верою, а не видением. Важно, как мы в все это верим. Как мы в это верим? Способны ли мы принять без тени сомнения, поверить в то, что сейчас говорится? Это действительно реальность. Бога не видел никто никогда, говорит Иоанна 1,18. Это правда. Никто не видел. Ни Адам, ни Авраам. Вообще никто. Его невозможно увидеть. Бога увидеть и остаться в живых невозможно. Блокскими глазами Бога не увидишь. Адам и Ева тоже Бога не видели. Они верили в Него. Они были сотворены настолько верующими, что жили верою, и Бог для них был реальностью. Они слышали его голос, они ходили с этим голосом, общались, но самого Бога увидеть невозможно. У них не было ни тени, ни сомнения в том, что Бог существует. И о плоти они ничего не знали. Потому и не стыдились. У них была нетленная вечная плоть. И они о ней не заботились, как мы сейчас. Каждый день бежим в супермаркет обновиться. Они видели то, что их объединяло и дополняло. И совсем не видели различий. У них было единство и любовь. Друг другу и к Богу. Когда есть единство, тогда есть и любовь между людьми. А плоть не играет никакой роли. На небе нет ни мужчин, ни женщин. Стоит нам сейчас допустить себе мысль, а что, если я неправильно верю? Тут же придет страх, и враг украдет веру. И нет ее. Но кто живет верою, живет вечно. Кто живет верою, живет вечно. А кто живет плотью, того ожидает банальная смерть. Просто. Вечная тьма. Братья и сестры, вера ваша спасла вас. И самое верное доказательство – это вы сами. Все люди, которые приходят ко Христу и показывают, что они уверовали, что они приняли Христа в сердце своего, они показывают, что вера спасла их. И они на правильном пути. Если вы там, где двое и трое собрались во имя Иисуса, верьте. Вы в вере. Истина пребывает в вас. Слава Богу. И помните, отказался сам от своей веры, плоть ты, прах ты. И конец твоей смерти вечная. Не играй в игры со своей верой, а стой не твердо. Говори себе, я в истине, я в Иисусе, я в Боге, я в моем Отце, я на небесах. Это все я. Это все ты. Это мы. И Он в нас. На том стою и стоять буду, говорил Александр Даневский. И мы так же говорим. Мы стоим в нашей вере. И на том стоять будем. Живи верою. Теперь все новое. Что новое? Новое мышление. Мы уже думаем не так, как раньше. Новое сердце. Оно отзывается на добро лучше, чем на зло. А ты сидишь по правую руку от Бога, в сыне Его. И сам Бог заботится о тебе 24 часа в сутки. Непрестанно. Где вы сейчас? На небе вы сейчас. Если вы во Христе. Или в мире. Если вы в суете. О чем ты сейчас думаешь? Если о небесной радости, о блаженстве, то вы во Христе. Если о делах домашних, то нужно подумать, где я сейчас. Является слово Писание для тебя авторитетом. Это хорошо. А если нет, у тебя проблемка. Как ты относишься к собранию, к молитве? Тоже вопрос тяжелый. Это говорит о духовности человека. О его огне. О его жажде познавать Бога. В одиночку можно познавать, но трудно, и устаешь быстро. Если мы умерли для греха, как же мы можем жить в грехе, делая себе поблажки? Иногда мы говорим, я уверовал и не болею. Да я так обычно говорю себе. Я не болею, потому что я уверовал. Неправильно. Я уверовал, и у меня бизнес пошел, говорят другие. Тоже неверно. Нужно говорить, я уверовал, и теперь живу не ради комфорта плоти своей, а живу в согласии со своей верой. Живу по духу, живу по истине, независимо от окружающих событий. А не прах, как и все в этом мире, а вера вечная. Кто живет верою, живет вечно. Аминь. Жертва Иисуса покрыла все грехи. Нет такого греха, который кровь Иисуса не смогла бы покрыть. Нет такого греха. Вера наша сажает нас на престол во Иисусе Христе. Сами мы даже приблизиться к небу не смогли бы. Новая плоть еще не дана, видимо. Поэтому мы иногда сомневаемся. Но она уже есть. Она дается нам, видимо, при пришествии Христа, которого мы ожидаем. Главное, никогда-никогда не поздно начать верить так, как надо верить. Я во Христе. Что бы ни говорили, какие бы доводы и свидетельства ни приводили, что бы нас в этом мире не смущало или не увлекало, надо говорить, я во Христе, я спасенный человек. Мы все во Христе. Теперь у меня все абсолютно новое. Да, я еще не изменился. Это будет мгновение ока при гласе Божьей трубы. Да, у меня старая плоть, но Бог уже приготовил мне новое тело и новое имя, которое записано на небесах. Да, я живу на земле, но в то же время восседаю на престоле славы в Иисусе Христе, потому что я рожден от Духа Святого и имею с Иисусом один Дух и одно тело. Соединяющиеся в Духе с Иисусом имеют один Дух. Поэтому мы в Духе сидим вместе с Ним на престоле. Нам трудно это увидеть. Так говорит Слово Божье. Ты сидишь на престоле славы. Лучшего места придумать просто невозможно. Оказаться там без Христа невозможно. А мы получили такую возможность. Мы получили. Благодарим Господа. Я имею часть в Нем, а Он во мне, и мы едины. Слава Богу. Наша вера такова, что ничто и никто не сможет повлиять на нашу веру. Есть ли наша вера такая? Слава Богу. Действительно, что мы крепкие в вере, что мы стоим, мы не сомневаемся, мы не слушаем то, что кроме Библии. Мы не хотим быть вне Христа, только в Христе. Кто не в Христе, тот в дьяволе. Кто не в Боге, тот в дьяволе. Иисус сказал фарисеям, что вы не семьи Авраама, вы дети дьявола, потому что вы не слушаете Слово Мое, вы не принимаете Меня, вы даже не узнали Меня. Какие же вы дети Божьи? Дети Божьи Меня знают, они слышат голос Мой, они идут на Него, они верят тому, что Я говорю, чудеса, которые Я творю, дела, которые Я говорю, говорят о том, что Я Тот, которого Вы ожидали. Я пришел на Меня, никто не узнает. Язычники сразу признали, а верующие люди отказались, сказали, что ты не отца, ты богохульник. В этом была ошибка. На небе вера – это естественное состояние, там нет неверующих людей, там ни одного неверующего не будет, они не пройдут туда. Нельзя перестать верить в то, что Бог тебя и Меня всегда любит, особенно бескорыстной Любовью. Бог всегда любит тебя и Меня. Это Его сущность. Он от этого не откажется, чтобы мы не натворили плохого. Живи этой верой в Иисуса, в Сыне Бога Живого, тогда к тебе точно все новое, абсолютно новое. Ты – Божье совершенное творение. Аминь. Наша новая плоть – это слава, это свет и это любовь. Вот наша плоть. не та, которая мы сегодня стоим здесь, сидим. Пусть Господь нас обильно благословит сегодня. Теперь мы знаем, кто мы в Иисусе. В Иисусе Христе, говорит Библия, я избран, я признан Богом, я преображаюсь в Его образ, я новое творение, я храм Святого Духа, я прощен по Его благодати, я избавлен от проклятия закона, я благословлен, я голова, а не хвост, я вверху, а не внизу, я победитель, я свободен, я силен в Боге, я исцелен Его ранами, я освобожден от осуждения, я в мире с Богом через Иисуса Христа, я сонаследник Христу, я больше, чем победитель во Христе, я принят Богом, я имею все в Боге, это все дал мне. Кто любит Господа, который все это нам даровал? Я, говорит каждый христианин в своем сердце, искренне говорит, я люблю Господь Тебя, никого более Тебя, и никого мне не нужно любить более Тебя, потому что Ты первый возлюбил меня и дал эту любовь, поселил в моем сердце, для того, чтобы она заполняла все это сердце, чтобы свет этой любви просто из меня изливался, чтобы мне можно было что-то передать другим людям такую же любовь, такое же сострадание. Все, что Господь дает нам Духом Своим, для того, чтобы мы не просто копили, держали, а наоборот, расточали, как Он. Он не хвалился собою, Он хвалился тем, что я не от себя говорю, я говорю от того, что говорит Господь, Бог, Отец мой. И я сейчас не от себя стараюсь говорить, а то, что говорит в Библии Господь Иисус Христос, чтобы слово было не от меня исходящее, а из сердца самого Бога и Сына Его, чтобы Дух Святой проникал в сердца людей, которые ждут познать Бога, ищут Его каждый день и найти не могут, потому что сомневаются, потому что человеку хочется отвлечься, ему тяжело идти по пути за Богом, что игорь тяжело нести, это не очень весело и радостно следовать за Господом, потому что это пустыня, это вокруг тебя непонимание, и это преодолеть трудно, и устоять очень трудно. Кто освящен возлюбленным именем Его? Я. Кто омыт и скуплен кровью Его? Я. Кто уже творен смертью Его? Я. Кто праведен во Иисусе Христе? Я имею праведность Иисус Христа. Кто записан книги жизни на небесах? Я записан книги жизни на небесах, и мое имя новое там записано, его никто не знает, кроме Бога. Кто сидит рядом с Богом во Христе? Я сижу в Нем, потому что Он хранит меня в себе, Он ожидает встречи со мной для того, чтобы дать мне новое тело, для того Духа, который в Нем сейчас. Кто рожден свыше от Духа Святого? Я рожден свыше от Духа. Почему? Потому что я услышал о Христе, потому что я разрешил Ему стать моим господином, стать моим спасителем. Я упустил Его в свое сердце, и Он сделал меня своим сыном, Он сделал меня своим другом, Он сделал меня подобным образу своему, и Он хочет, чтобы в этом образе мы возрастали, что образ и подобие все время наполнялось какой-то содержанием, содержанием Божьей воли, Божьего желания, чтобы в нас проявлялось то, что хочет Бог. Что хочет Бог? чтобы никто не погиб. Никто не погиб. И все пришли в одно покаяние, в одну веру, в одно место, на небеса. На ком печать Святого Духа? На мне. Кем хвалимся? Господом Иисусом мы хвалимся. Это самое лучшее, чем мы можем хвалиться, потому что Он тоже будет хвалиться нами, если мы устаём в вере. Кого прославляем? Бога живого, единого Бога. Много богов у людей, а у нас один, единственный, настоящий, истинный, живой Бог, который нас когда-то сотворил, и хотя человек упал и потерял то совершенство, которое имел, Иисус возвращает нам это совершенство, возвращает нам всё, что было украдено. У нас была украдена вера в Бога, а сейчас мы её обретаем, мы её находим в Иисусе Христе, и нам нужно её держать, эту веру. Чей крест мы несем? Каждый свой. Чью жизнь вечную мы имеем в себе? Иисус говорит, я забираю вашу смерть и даю вам свою жизнь, а его жизнь вечная, его здоровье совершенное, его радость совершенная. Чьим храмом мы являемся? Бога живого, живущего на небесах, и Он хочет, чтобы в нашем сердце был Его храм. Это Его желание. Я хочу быть Богом этого народа, я хочу поселиться в их сердце, говорит Господь. Я хочу ходить с ними и быть их Богом. Поэтому мы храм Бога живого. Кто обитает в нашем храме? Дух Христов. Он дал нам этот дух, чтобы Он назидал нас, исправлял нас, направлял, делал возможным то, что мы не видим, но верим. Только через Духа Святого мы можем обрести эту веру, которую нельзя у нас ничем и никем отнять, потому что это вера от Господа Бога нашего. Он верил в Отца Своего, как ни во что другое. Это самая лучшая вера. Верить в своего Отца. Каждый ребенок верит в своего Отца больше, чего что-либо, потому что Он знает, его Папа самый лучший, самый сильный, самый красивый. И мы говорим, Господь, Ты самый лучший. У нас нет никого прекраснее Тебя. Ты чудесный. Мы так любим своих земных Отцов, а тем более небесного. Кто каждый день заботится о нас? Наш Отец. Кого мы ожидаем с неба? Царя, царей, Господа Господствующего, нашего друга Иисуса. Как нам Его ожидать? Ходить в церковь, молиться, бодрствовать. Ждать Его? Просто жаждать Его? Нам нужно жаждать. Без жажды, без желания встретить Его у нас не будет радости. Я бы очень хотел бежать навстречу Ему. Он придет с такой силой, с такой мощью, с такой славой. Земля вся падет, горы падут, сравняются, как долины, а человек должен встать и идти. Где находится Царство Божие? Внутри нас, как ни странно, и на небе, где Его место настоящее. Кто невеста и жена Христова? Церковь Его. Кто тело Христова? Церковь Его. А кто члены Христова? Каждый из нас. Мы все члены Его. Мы все. Мы весь. И Он состоит из нас, как и мы в Нем. Кто Христос для нас? Кто Христос для нас? Кто Он? Господь, Спаситель, Искупитель, Агнец Божий, Пастырь Добрый, Дверь, открытая овцем, Истинная виноградная лоза. Сей есть Бог истинный, наш возлюбленный жених. Солнце правды, звезда утренняя, сияние славы Божьей, образ Бога, живого, невидимого. И Он, наш Господь, любит нас. Давайте будем радоваться. Да благословит всех нас Господь своим небесным благословением. Что это за благословение? Это жизнь в Духе Святом, жизнь в радости, жизнь в том, что Бог нам дал, в вечной жизни, которая не кончается, которая не проходит. Все пройдет. А эта жизнь, которую мы получили, когда покаялись, когда уверовали, эта жизнь не пройдет никогда. Так говорит Слово Господне. Так говорит Дух Святой в сердце нашем. Господь, Тебе вся слава. Мы прославляем Твое светлое имя, Твое вечное имя, нетленное. Мы знаем, что Ты создал нас для себя, для того, чтобы мы славили Тебя, для того, чтобы мы любили Тебя, для того, чтобы Ты создал нас, чтобы мы были Твоими детьми, чтобы мы не искали других отцов, а нашли только Тебя одного. Трудно найти человеку Отца Небесного, потому что вокруг много того, что неправильное, а мы думаем, что это правильно. На самом деле существует другой мир, лучший, настоящий, в котором обитает Бог, в который Он нас приглашает, в который мы придем, все равно придем, но одни для наказания, а другие для славы вечной. Я хочу, чтобы каждый из нас, каждый из нас, если коснулось вас хоть что-то из этого слова, чтобы Он жаждал прийти в Царствие для получения своего небесного венца, своей славы, своей награды. Взирай на Иисуса. Он Твой Искупитель.